в прошлом видео примерно так года 4 назад я рассказывал как я собирал свои секционные ворота для гаража мастерской собрать и установить мне их нужно было прям вот совсем срочно поэтому я просто вставил направляйки прикрепил их к стене затем собрал секции ворот в единую конструкцию чтобы они закрывали пролеты в гараже для того чтобы гараж можно было закрыть на ключ чтобы посторонние в него не проникли и не зашли и вот это вот временное затянулось примерно года на 4 здорово народ и сегодня я бы хотел с вами поделиться своим опытом по сбору подъемного устройства для секционных гаражных ворот я наделываю конструкцию ворот для того чтобы можно было поднять наверх секции хотя бы до половины и они удерживались там на весу все это мне понадобилось потому что я решил долить выравнивающую стяжку на первом этаже гаража мастерской чтобы можно было уже его использовать по прямому назначению кто-то может быть уже в курсе что я обзавелся небольшой спецтехникой но чуть-чуть еще подождите буквально через пару выпусков я сделаю об этом подробнейшую серию ну и вот чтобы собрать вот это вот подъемное устройство я собираю оставшуюся рамную конструкцию в виде вот такой вот планки с желобом с вырезом по которой скользят ворота на подъем наверх с помощью болтов из комплекта прикрепляю уже к тем направляем которые были уже зафиксированы к стене прикручиваю вот такими вот болтами болты были в комплекте они представляют собой такие болты с квадратной такой шляпкой которая вставляется в паз и они закрепляются гайками закручиваю гайки при помощи своего новенького бошевского гайковерта об этом я знаю вы все давно ждете будет обязательно отдельный выпуск и вот прикрепив одну направляйку точно также креплю вторую уже та которая ближе к стене это вот я сейчас собираю подъемное устройство на правой части ворот но если смотреть на ворота изнутри гаража рядом практически со стеной гайковертом там подлезть не удается поэтому использую ключи прикладываю к направляйке специальные направляющие угловые пластины в которые в дальнейшем вставляется пружина для подъема размечаю карандашом на стене в тех местах где нужно сделать отверстие и далее при помощи дрели и обычного сверла по дереву начинаю высверливать отверстие под дюбели газобетон такой достаточно легкий в обработке материал поэтому какой-то специальной оснастки здесь не требуется я вот использую обычное сверло по дереву и используя такую вот 3 килограммовую кувалда чку забиваю в эти отверстия специальные дюбели для газобетона они на вырывание выдерживают порядка 150 килограмм и вот прикладываю эту пластину наживляю ее к направляйке и далее с помощью сантех болтов уже фиксирую ее в дюбели к стенке и вот здесь вот использовать ударный гайковерт была небольшая моя ошибка потому как импакт он же ударный гайковерт используют силу удара при закручивании эти дюбеля в отверстиях начинают расшатываться и становятся более хрупкими теряют свою держащую силу я думаю ну процентов на 20 наверное точно поэтому если вы будете крепить сантехнические болты потом вот в такой крепеж используйте для этого обычную трещотку для закручивания болтов ну вот как обычно используется в авто сервисе или так трещотка которая у вас есть в наборе автолюбителя потому что импакт для этого не очень подходит можно использовать дрель с высоким крутящим моментом но не как ударный гайковерт или винтоверт а я вот а я это понял когда закрепил уже все пластины закрепил весь крепеж начал закручивать дотягивать и увидел что мои вот эти вот дюбели уже не так прочно сидят в газобетоне а уже достаточно сильно расшатаны вот закрепив всем несущие пластины нем слева и справа а креплю на специальную такую с прорезями штангу креплю на нее обе катушки для троса подматываю делаю так чтобы они висели в натяг левая и правая чтобы нигде не было люфта закрепляю пружину к специальному такому пауку который держит ее на стенке и закручиваем гайки с помощью двух ключей на 17 один ключ на 17 у меня с 3 щеточкой достаточно удобно покупал такой наборчик в китае там по моему 12 ключей по размеру и все они вот идут с такими вот 3 щеточки очень удобно рекомендую если не забуду оставлю вам ссылочку в описании и вот когда уже все закреплено с помощью шестигранника на 4 закрепляю всем сухари при помощи вот такого вот зажима это специальные такие штифты которые крепят все крутищиеся элементы вот на этой вот планки вот в эту прорезь и крепят они при помощи сухарей соответственно вставляются сухари и прикручиваются уже вот этим вот фиксирующими шурупчиками ну и далее чтобы чтобы наши секционные ворота уже поднимались более легко нужно произвести натяг вот этой вот огромной пружины которая устанавливается на самый верх вот на эту вот штангу делать это лучше всего с помощью двух отрезков арматуры вот в моем случае я использовал два отрезка арматуры такие вот сантиметров по 50 наверное натягиваю ее достаточно для того чтобы можно было спокойно на уровень метра поднять а ворота фиксирую эту пружину при помощи такого специального винтика спускаюсь и уже пробую что ворота поднимаются в моем случае это было не с первого раза еще пришлось немножечко потом дотянуть и вот метр они спокойно поднимаются и теперь можно будет смело заливать равнитель на пол ну а с вами мы увидимся уже в продолжении в третьей части про откатные ворота где я буду устанавливать специальный привод для того чтобы можно было используя пульт дистанционного управления открыть и закрыть секционные ворота в моем гараже в мастерской всем счастливо всем удачи всем пока увидимся в продолжении